Парламентская коалиция Коалиция как жена без мужа. Крика много, а принять решение некому. Коалиция создается, когда несколько партий понимают, что узурпировать власть лучше сообща. Коалиция это чулок на голове у бандита. Здравствуй, Дмитрий Леонидович. Николай Юрьевич, сколько ставите на создание коалиции? Да, как всегда, пятьсот на коалицию. Да вы оптимист. И тысячу на то, что не создадут. Да, создание коалиции вещь непредсказуемая. Поэтому в Раде есть свой тотализат. Но на что бы дебют это не ставили, казино всегда остается вывешиванием. Иван Дмитрий Леонидович. Ну что, собрали подписи за коалицию? Дмитрий Леонидович. Вы же знаете новые правила. Сначала деньги, а потом уже подписи. Коалиция бывает двух типов. Первая, организованная за деньги. И вторая, хотя нет, только одного типа. Бывает так, что партия остается вне коалиции. Но у нас не Древняя Греция. У нас нет ямы, куда бы мы могли сбросить некрасивую и слабую партию. Дмитрий Леонидович, приветствую. Павел Павлович, вы готовы вступить в коалицию? Я, я готов. Ну давайте не будем употреблять слово вступить. Возможно, с будущей коалицией не все так уж и плохо. Иногда процесс создания коалиции напоминает мерест у лососиных. Вначале все идут против течения. Но потом оказывается, что все это только для того, чтобы есть красную игру. Так давайте же посмотрим, кому сегодня достанется красная, а кому черная. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подождите, что значит бракуи? Вчера же еще все хватало. Нам с вами так. Но тем, кто его станет мить, отмолився, им чего-то не хватало. Ну если не хватало, что, не могли где-нибудь одолжить? Создать парламентское большинство это очень трудно. Ну как договориться людям, одни из которых хотят просто денег, а другие берут исключительно металлови. А кто не уйшел? Дайте мне их, я их порву. Партия самодопомога. Вот же ж тварюки. Остап Олексійович, ну вы с чьей партии? Так, но это моя принциповая позиция. Я взагалі не розумію, ну як так можна? Увійшли і вийшли, увійшли і вийшли, ну... Валерий Олегович, ну вы, как никто другой, должны разбираться в суті этого процесса. Шановні, дозвольте відкрити вам малесенький секрет. Якщо мы сьогодні з вами створимо коаліцію, то є шанс, що МВФ встигне перерахувати нам гроші ще до кінця місяця. Ми вийдем в коаліцію! Мне это напоминает сюжет передачи телеканала «Animal Planet», когда во время засухи едет тигр і зебра п'ють із одного источника. Дмитрий Янич, с кем это вы там постоянно разговариваете? Я что хотела спросить, а что такое коалиция? Катенька, коалиция – это когда несколько партий объединяются, чтобы большинством голосов принимать решения. Наконец-то! А то вечно не могут решить, что брать – коняк или виски. Ну, почему тогда нельзя взять все партии? Это уже математический вопрос. Три миллиона на четыре никак не делится. Да? Пане Вриль, пане Хреново! Я тоже ценую ваше вважание допомогти нашій країні, але для створення коалиції достатньо однієї партии. А вот яка саме партия вийде до коалиції? Це буде вирішувати робоча група на чулі з Дмитром Леонидовичем. Да, наша рабочая група, учитывая политические и экономические приоритеты, уже работает над этим вопросом. Но вы же, конечно, понимаете, что рабочая група – это образное выражение. Сам термин «рабочая група» был удачно придуман, чтобы в случае неудач никто не нес персональную ответственность. И все-таки, с кем он там все время разговаривает? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дмитро Леонидович, а я на вас чекал. А я не только вас ждал, но и заказал нам кофе. Прошу вас, прошу за мой стол. Не-не-не, краще за ней стол. Спасибо, я сяду отдельно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дмитрий Леонидович. Попробуйте. Попробуйте это блюдо. Так сильно хотите в коалицию? Как все-таки мудро было со стороны спикера назначить именно вас ответственность за формирование коалиции. А я взагалин и может заразумить, почему бы Досин и спикер парламент. Да что там спикер? Премьер. А шо там премьер? Резидент. Да, президент и премьер одновременно. Главное оружие депутата – язык. Он не только до Киева довел, но и помогает давать бесконечные обещания. Но есть еще одна функция у языка, которой наши депутаты не брезгуют воспользоваться. Святочка, сделайте телевизор погромче. Я сделаю! Можно? Пап, у меня к тебе… даже не знаю, как сказать. В общем, новость. Опять гаишника сбил? В кинотеатре в экран по бандитам стрелял? В киевском зоопарке сафари устроил? Если мы так весело гуляем, чего ж меня не позвали-то, а? Папа, тут другое дело. Короче, я уже взрослый, я ухожу от тебя. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Садись! Наконец-то! Нашлась та пьявка, которая будет наши деньги высасывать. За это дело грех не выпить. Я ухожу в оппозицию. Ничего, конечно. Садись. Так вот ты как заговорил, Игорь Васильевич. Или, точнее, Иуда Васильевич. А может быть тебя на прежнюю работу вернуть? Мэром Козятина, а? Папа, не начинай. Все наши предки во власти были, все! Прадед твой царю служил, дед твой красным комиссаром был. Он, кстати, твоего прадеда и расстрелял. Да я понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь! Оппозиция так же нестабильна, как курс доллара. Как цена за баррель нефти. Как психика губернатора Одесской области. Ну, скажи ты мне. Ну, что? Что ты нашел в этой оппозиции, а? Там же все мошенники и идиоты, все! Десять миллионов. Согласен, не все! Есть там и порядочные люди. А ты в оппозицию навсегда или как? А я не знаю. Лучше или как? Потому что для навсегда десять это мало. Выходит, мы с тобой теперь будем политические оппоненты? Выходит, что так, сынок. Папа, а если я тебя нахрен пошлю и в ради неприличный жест покажу, ты же не обидишься. Ну что ты, сынок, а если я тебе в драке нос сломаю, ты же на меня зла держать не будешь. О чем ты говоришь, папа? А если я тебя в ради обвинил в махинах своих землей и соответствующие документы покажу, ты же меня поймешь? Эээ, ты палку-то не перегибай! Нет, вообще-то это правильное решение. Как сказал кто-то из великих, яйца нужно раскладывать по разным корзинам. Особенно такие, как у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. У меня хорошая новость. Что, Аляску вернули? Еще лучше. Шутишь. А что может быть важнее возвращения Аляски? Наш сын влюбился. А, это в кого? В дочку нашего дипломата или в дочку моего зама? Ну что ты, в обыкновенную украинскую девочку из класса. Анечка. Анечка, Анечка, украинка. Что? Люсь, с этим надо немедленно что-то делать. Никогда, слышь, никогда в моей семье не будет хохнушки. Никогда. Боже, какой кошмар. Боже, какой кошмар. Мой сын, мой сын променял Родину на какую-то... Да у нее ничего самой ничего не выросло. На что можно променять Родину? Юра, успокойся. Я вообще-то тоже не русская, а белорусская. Пока в ваших жилах течет наша нефть. То есть, пока в ваших трубах течет наша кровь. Короче, Белоруссия и Россия две братские страны. И мы будем брать ее до тех пор, пока... Пока мы не отдадим вам все наши долги, да? Люся, а если она куда-нибудь завербует его? Куда? Ну куда она его завербует? В кино? В кафе? Или она завербует его покататься на роликах? Нет. Например, ВУПА. Только детская. Пуся. Я понял. Эта девочка заслана шпиона. Они хотят меня дискредитировать. Оставь ее в покое. Это всего лишь ребенок. Вот именно ребенок. Кто может подумать на маленькую девочку? Кто? Никто. Люся, а что же получается, если у них будут дети? Они будут наполовину русские, а наполовину хохлобандеро-фашисты. Ну и что? Это же будут наши внуки. У наших внуков мы обязательно будем нянчить. Что? Чего задумался? Я вот думаю, как можно нянчить полвнука? Спустись с небес. Они маленькие дети. Понимаешь? Твой сын еще сто раз в кого-нибудь влюбится. Конечно. Поэтому проблему надо решать моментально. Сейчас. Я знаю, что делать. Ты что делаешь? Я напишу со страницы нашего сына, что они расходятся. Так, значит, я напишу так. Сегодня я видел сон, где двуглавый орел плакал, и слезы скатывались на... Юра! Да. Да, ты права. Так они подумают, что это взрослый писал. Может так. Мы не будем вместе, потому что я русский, а ты хохла... Юра! Бендера! Да-да-да-да-да. Ты права. Она может подумать, что это я писал. Так-так-так-так. О! О! Ура! Мой сын спасен! Мой сын спасен! Ура! Да, жаль. Умная была девочка. Ну, чего ты? Потому что я только в 35 поняла, какой ты дурак. А она в 12 уже все сообразила. Переговоры, что до створения коалиции еще тревают. А пока еще я запрошу до микрофона генерального прокурора Чпокина Миколу Викторовича. Уважаемый господин Хабарчук, прошу встать. Что? Снова Хабарчук? Чего сразу Хабарчук? Постойно зарештоваете именно меня? Иван Демидович. Может я хотел поздравить вас со знаменательным событием вашей свадьбы? Прошу встать. Прошу встать. Уважаемый Иван Демидович, в этот знаменательный день корабль под названием Хабарчук направляется в гавань под названием тюрьма. Так, неволе данным неправосудием я объявляю вас задержанным и одновременно подозреваемым в одном лице. Прошу. Это правовый беспредел! Неужели вы дружитесь в нашей краине? Это пятьсотно справа? Конечно, нет. Но это уже пятая свадьба за месяц. Причем с предыдущими женами вы не развелись. Ладно, смотрим дальше. И что тут такого? Гости просто даруют гроши молодым. Подарки, может быть. Но нам кажется, что свадьба – это идеальное прикрытие для получения взятки. Какие взятки? Люди просто даруют конверты молодым. А как вы объясните цветные ползунки, в которые вы собирали деньги? Так це ж народный завычай – давати на хлопчика чи на девченку. А третьи ползунки с надписью на дом в коттеджном городке «Бриллиантовый пассаж». Вот вы цикави! Да ты не ж треба дай жити! Ладно, а что вы скажете на это оперативное видео? Пожалуйста, внимание на экран. Да что тут такого? Звычайный весельный торт! А почему этот торт один в один повторяет карту Волынской области с лесами и озерами, только в уменьшенном масштабе? А я звідки знаю. Мабуть, в кондитерах хвора уява. А почему вы продавали куски торта по цене гектаров этой области? А почему мені кондитер заломив таку ціну за цей торт? Вот я и мусил його продавати, щоб з ним розрахуватись. Ладно, а теперь смотрим оперативное видео первой брачной ночи. Ні! Я протестую! Це інтимное видео. Мабуть, ніхто не хоче його бачити. Показывайте! Вмыхай! Тобой, Татянко, приємно мати справу. Я, вообще-то, Анжела? Та пуфик! А теперь свидетели наденут кольца на новобрачного и отправят его в СИЗО, где он проведет медовый месяц, а то и два. За що я люблю Хабарчука, так це за креатив. Ідея со свадьбою класна, але не переплюнула замисел, коли Хабарчук собирав деньги на собственні похорони. Ну а ми поки що продовжуємо наше засідання. Дякую! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опять вы? Дмитрий Ильич, мы же с вами взрослые люди. А зайдется? Сколько? Семьсот тысяч? По семьсот. Николай Ильич, долго вы будете ходить вокруг да около миллиона? Я постараюсь вам помочь. От меня многое что зависит, но я не все серии. Вы же оцениваете все риски, господин? Господин Брюль. Так, так, я все разумею. Але я целый миллион причин, чому сами мы можем быть в коалиции. Иногда так трудно определиться с кандидатом в коалицию. Особенно, когда у обоих кандидатов шансы практически равны. Всякие коллеги, прошу вашу увагу. Зараз я назму партию, яка выйдет в коалицию. И это будет партия, это будет партия, это будет партия коммунистов. Это я жартую. Знаете, давно уже хотел вас разыграть. Все, все, можете выдыхать. Отже, до колеси выйдет партия, которая может подойти до решения любой проблемы. Радикально. Это будет партия, которая заради государства не боится стать в опозицию до существующей влады. Это будет партия, которая на своем прикладе проводит европейские ценности. Это будет партия, которая нашла поддержку в многих регионах. Это я понимаю, да? Это будет партия... Скажите, кто это? Это будет партия, партия самодопомога. Это града. В самодопомозе кто-то допомог. Так, это града. Ганьба! Остап Олексійович, что снова вы? Ну, вы же с этой партией. Так, но это моя принциповая позиция. Дмитрий Леонидович, это кидок. Знаете, что мы делали с такими, как вы, в свое время? Он еще не знает, что с такими делали мы. Вы не гидник! И майте повернуть гроши. То есть, вы оба считаете, что я поступил дурно? Это мягко говоря. Порядочные люди сразу двоих не кидают. Ну вот, я вас поздравляю. С чем? Так синхронно меня ненавидеть может только крепкая, сплоченная, будущая коалиция. Не заразумею. А еще все ее коалиции. Я вас умоляю. Вспомните наши коалиции. Они больше месяца не держатся. Поэтому еще раз искренне поздравляю. И в знак примирения хочу вручить вам вот это. На самом деле, я снова поступил в интересах страны. Потому что самодопомога на сегодняшний день это самая молодая, самая перспективная. Да что там говорить. Самая обеспеченная партия. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»